коллеги добрый день друзья я как всегда рад вас приветствовать на очередном вебинаре директ академии сегодня ведущим спикером буду я и тему нашего вебинара университетская библиотека онлайн для читателя преподавателей и студент в эбс как всегда перед тем как начать непосредственное вещание по вебинару я хотел бы познакомить вас с тремя ссылками важными которые располагаются на самом верху нашего чата первая ссылка ведет на расписание вебинаров в этом расписании вы можете зарегистрироваться на любой вебинар который предстоит который уже помещен в расписание наше годовое расписание вплоть до июня месяца девятнадцатого года вторая ссылка отвечает на вопрос будет ли производиться запись данного вебинара да она будет и запись будет помещена в наш на наш видеоканал на ютюбе я думаю что уже сегодня же прямо будет помещена вечером в плейлист вебинары где уже у нас хранится более трехсот около трехсот двадцати вебинаров наших ну и наконец третья ссылка ведет на страницу нашего курса нашего сайта онлайн курсы и на этой странице вы можете познакомиться с предложениями директ академии по онлайн курсом которые предлагают вид ведущие специалисты в своих областях я хотел бы также познакомить вас с тремя следующими вебинарами которые нам предстоят сейчас я помещу их тоже в чат краткую запись напоминаю что по нашему расписанию теперь мы работаем в полном соответствии с нашим девизом вебинар каждый день то есть каждый рабочий день у нас проводится вебинар а и так завтра в пятницу будет вебинар татьяны телегиной это наша самая популярная постоянная ведущая прошлого года и в этом году часть самых популярных вебинаров и и будет повторено другая часть будет абсолютно новой так что записывайтесь на ее вебинары будет интересно первый вебинар будет называться публикационная активность или активные публикации зачем преподавателю крепкий хирш 17 у нас дебютируют в роли постоянной ведущей в прошлом году наталья уже была у нас ведущей одного из вебинаров в этом году не предстоит прочесть вебинары раз в месяц то есть 10 вебинаров наталья логачева ее цикл ее точнее трек вебинаров посвящен подготовки диссертаций и первый вебинар называется подготовка диссертации какие грядут перемены что важно знать аспиранту докторанту начиная или продолжая свой путь защите этот вебинар состоит состоится 17 сентября в понедельник а ну и наконец мой вебинар который состоится во вторник это он продолжает продуктовый трек вебинаров компании директ медиа если сегодня мы поговорим об университетской библиотеке онлайн для читателя то 18 во вторник поговорим о бэс для библиотекаря и я расскажу вам о функционале и сервисе библиотека администратора ну что ж вот и все что я хотел сказать в начале вебинара перед непосредственным его освещением темы ну а теперь перейдем к нашей теме до презентацию я выложил в общий доступ вы можете ее скачать если вам это нужно а вот и использовать своих мероприятиях по продвижению бс как целиком так и отдельные ее слайды единственная просьба со ссылка делать это на нас вот ну что ж поехали и так повторяю название университетская библиотека онлайн для читателя преподаватель и студент в бс несмотря на то что сегодняшняя тема посвящена как скачать презентацию обычный вопрос да но кто часто к нам ходит знает кто не знает для тех повторяя сейчас я включу рисовалку и вам нарисую такую стрелочку наверх а вот посмотрите примерно вот в этом направлении наверху вы видите в вебинарной комнате вы видите ряд кнопок в правом верхнем углу это поднятая рука смайлик и вот среди этих кнопок у меня она 5 слева кнопка спадка с папочкой такой серой папочкой вот на нее нажмите последовательное нажатие на нее включает и выключает окошко ресурсы справа от окна с презентацией в этом окне вы видите несколько строк одна из этих строк с такой зелененький зелененьким значком слева от названия файла это и есть презентация нажмите пожалуйста именно на этот значок строго на этот значок не не на название файла она этот значок тогда откроется окошко в котором вы сможете скачать презентацию я надеюсь я вам помог и так сегодня мы поговорим о младших ролях в университетской библиотеке онлайн о читателях и преподавателях это те роли которые собственно те массовые роли ради которых и создается электронная библиотечная система однако библиотекарю а здесь много таковых прошу прощения этот материал конечно тоже тоже надо знать во первых библиотекарь это тоже читатель а во вторых чтобы правильно объяснять как пользоваться библиотекой конечно библиотекарь должен в полном объеме знать весь функционал преподавателя и студента ну что ж начнем а вот сейчас примерно так выглядит главная страница университетской библиотеки онлайн слегка обновился наш дизайн за за лето еще будут несколько обновлений в течение осени пока дизайн примет окончательный вид но уже вот некоторые преобразования видны к дизайну это точнее к первой странице мы вернемся чуть попозже а пока несколько общих слов что такое университетская библиотека онлайн мы агрегируем более ста двадцати пяти тысяч книг точнее изданий различной природы в наше бс у нас более четырехсот пятидесяти вузов подписчиков мы агрегируем более двадцати пяти процентов рынка бс у нас присутствует более четырехсот издательств из них более ста пятидесяти если не изменяет память это вузовские издательства то есть это такие специфические издательства которые нужны именно вузом ну и много других больших и красивых цифр которые можно озвучить но вы их и так можете прочесть наш так одну минутку что-то у меня тут прыгает все так вот так я смотрю тут вопросы появились звук идет сильным эхо вопрошает меня светлана михайловна скажите пожалуйста у всех идет сильное эхо или нет пожалуйста прокомментируйте в чате хорошо я честно говоря даже не знаю обычно эхо никогда не бывает когда используешь гарнитуру мой единственный да мой единственное предложение попробуйте использовать наушники вместо колонок которые у вас сейчас включены тогда наверняка поможет но обычно такого не бывает когда используешь гарнитуру итак наш да ну вот через наушники светлана михайловна говорит что слушает через наушники вот честно говоря просто не знаю не сталкивался с таким феноменом когда и на том конце наушники и с этой стороны гарнитуры тем не менее тем не менее эхо буду думать но пока не знаю что вам предложить итак вот у нас есть такой слоган больше чем эбс мы пытаемся все таки быть такой компании которая занимается вопросами агрегирования контента в широком смысле этого слова учебного контента в широком смысле этого слова агрегируя и электронные книги и аудиокниги мультимедиа контент мы также интегрированы с детектором плагиата у нас есть проекты совершенно иной образовательной природы такие как арт портал и энциклопедиум об арт портале немножко я расскажу в конце мы поддерживаем такую технологию как печать по требованию print on demand мы занимаемся продвижением наших преподавателей авторов в ринце и так далее то есть у нас такая многоаспектная деятельность и агрегирование агрегирование контента книжного контента это только часть этой работы да при покупке базовой версии все это доступно не все но но многое очень многое очень многое доступно ну разумеется печать по требованию это отдельная функция продвижение в ринц да это просто входит в базовый набор того что мы делаем вместе с преподавателем проекты арт портал энциклопедиум они бесплатные у них есть возможность платной подписки с дополнительными функциями но в принципе они бесплатные интеграции с детектором плагиата с антиплагиатом она бесплатная на массиве нашей эбс а если на полном массиве всех документов то по подписке собственно самим антиплагиатом это происходит мультимедиа контент я не помню какие то его части доступны какие то отдельно покупается но большая часть по моему доступна вот так надо конкретно узнавать по 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 конкретным по конкретным видам контента какие у нас отличия от других эбс ну вообще конечно каждый эбс уникально да надо понимать и со своими особенностями и со своими преимуществами вот у нас преимущества наши такие что у нас больше ведущих уникальных издательств у нас шире представлены гуманитарные дисциплины это традиционно традиционно так потому что ну вот так сложилось и спрос был таков что наибольшей популярностью пользуется направлении экономики управления финансы бизнеса но среди них есть и и такие направления как айти которые тоже хорошо у нас представлены а и некоторые другие ну и не надо забывать что компания директ медиа традиционно исторически и остается до сих пор издательством то есть мы не только агрегаторы контента но и традиционное издательство и традиционное и электронное да и соответственно наши книги их несколько сотен по тысячу тоже входят в нашу ЭБС ну а теперь вот вчера мне пришлось обновить этот слайд у нас произошли некоторые изменения не очень сильные но тем не менее поговорим чуть-чуть об интерфейсе нашем я вот тут пометил циферками под цифрой 1 самое верхнее меню на нем это собственно не меню ЭБС это меню более высокого уровня переход между нашими разными проектами это интернет-магазин электронных книг арт-портал бизнес-библиотека энциклопедиум школьный портал библиотека нонфикшн директ академия и так далее второй под вторым пунктом группа кнопок ну первые две кнопки это это переключение между языками интерфейса русский-английский вот вот это вот кнопка достаточно интересная это переход к часто задаваемым вопросам это не собственно help как таковой а достаточно развернутое описание вопросов связанных с ЭБС не только с функционалом и интерфейсом но и общих вопросов организованных и так далее так что я советую каждому библиотекарю один раз перейти по этой кнопке и изучить то что там написано вот ну и в случае затруднений тоже по этой кнопке посмотреть может быть это уже все описано в наших часто задаваемых вопросах ну и наконец последняя кнопка в этом ряду это переход в контрастный режим для лиц с нарушениями по зрению вот это ну наши требования гостовские с тем чтобы была такая возможность присутствовала то есть это переход к контрастной схеме где все показано крупнее и контрастнее третий третий пункт под третьей цифрой у нас традиционно на самом верху находится поиск поиск обычный продвинутый если его вот расширенный поиск если его включить вот он здесь он тогда занимает больше места раздвигается вот ну тут я обычно говорю что в нашей среде в библиотечной традиционные исторические принято что книжки ищется по каталогу да ну физически это каталог который находится у вас в библиотеке в ящичках да информационно это может быть каталог рубрикатор но в я даже не скажу в последнее время поэтому потому что это уже последние двадцать лет информационные системы контентные информационные системы развиваются по принципу поиска где поиск является полнотекстовый поиск является главным поиск с учетом слова форм если вы если вы помните развитие интернета то на первоначальном его этапе в девяностых годах были очень популярны каталоги сайтов потом все эти каталоги умерли просто потому что появился хороший поиск и ну умерли они не потому что появился поиск а потому что стало понятно что каталогизировать все что в интернете происходит это просто пустая затея вот и наилучший способ это искать при помощи специальных поисковых механизмов ну вот поэтому у нас поднят поиск на самый верх и это наиболее привлекательный способ нахождения литературы особенно для конечных пользователей для преподавателей для студентов для которых собственно поиск является наиболее естественным способом нахождения того что им надо ну разумеется об каталоге мы тоже не забыли и он у нас есть в разных формах а вот тут вот процент шесть шесть семь восемь и девять это собственно разные формы каталога разные с точки зрения представления как бы это вам сказать визуального представления но в принципе все едино это многоуровневый рубрикатор по разделам по УГС укрупненным группам специальностей направлений подготовки по ББК и по по разным другим разделам то есть под разделами могут восприниматься либо направления какие-то в науке и культуре либо разделы нашего сайта поделенные по каким-то другим принципам так я вижу что-то в вопросах появилось ну тут такой частный вопрос я передам это нашему а давайте так я об этом вопросе вспомню когда буду проходить у нас тут будет соответствующий раздел куда обратиться в случае в случае затруднений я тогда вас адресую именно именно туда по этим адресам потому что это чисто вопрос вопрос техподдержки техподдержка у нас работает стабильно и нормально поэтому вот я предлагаю обратиться туда потому что сейчас конечно я на этот вопрос прямо прямо сейчас не отвечу в течение вебинара вот внимание заслуживает пункт 4 вот этот вот это тот пункт который отличает аккаунт ваш личный аккаунт от аккаунтов других студентов преподавателей и так далее в этом аккаунте переход к вашим личным настройкам к вашей книжной полке к поисковым выборкам и так далее вот поэтому надо просто это просто такая маленькая маленький треугольничек который отчеткивает вот такое вот меню и в нем вы можете перейти к своим вот к своему личному кабинету все остальное для будет для всех одинаково а здесь внутри будут появляться отличия от других подвал нашего сайта в нем тоже есть интересные вещи первое это новости ну в частности половину наших новостей традиционно занимает объявление нашей директ академии каждую неделю мы делаем но есть и другие интересные новости отраслевые наши новости нашей компании но и более общие новости из отрасли тоже можете почитать пункт 2 вот этот это вот как раз переход в техподдержку один из способов перехода в техподдержку на каждой странице нашего сайта не только на главной есть такая вот вкладочка по которой можно написать свой свой вопрос в нашу техподдержку и они по возможности быстро вам ответят на ваш на ваш электронный адрес если это днем то как правило это занимает ну от нескольких десятков минут до нескольких пары часов может быть если это ночью то ответят на следующий день третий пункт это такое развернутое меню в котором отражены те пункты которые не поместились на верхней части нашего сайта доступ которым необходим реже это некий набор сведений о нашей компании рекомендации пользователям читателям библиотекарям авторам издательством пресс-рум ну и некоторые другие разделы которым доступ есть и наверху тоже наконец пункт 4 нет пока не наконец пункт 4 позволяет скачать приложение для гаджетов главное для университетской библиотеки онлайн такое приложение тоже есть и им можно воспользоваться вот особенно это интересно наверное будет вашим студентам которые привыкли читать все с телефона или с таблетки вот ну и наконец пятый пункт это переход к нашим страницам в фейсбуке к нашему каналу на ютюбе и к нашей группе во вконтакте если вы присутствуете в соцсетях я вам предлагаю к нам присоединиться чтобы быть в курсе всех всех наших новостей самое главное что есть в любой электронной библиотеке это чтение соответственно для чтения применяется стандартная читалка ну относительно стандартная она у нас но прежде чем познакомить вас с читалкой я хотел бы запустить видеоролик в котором показано некоторые предварительные действия которые надо сделать книгой до того как вы ее читаете то есть до того как попасть в саму книгу вы как правило ее отбираете каким-то образом и сначала попадаете на экран предварительное предварительный экран просмотра информации о книге и на нем есть на этом экране есть много много важных функций которые могут быть интересные которые с первого раза могут быть непонятны поэтому давайте вот мы посмотрим этот ролик я на время ролика из эфира ухожу в чате остаюсь задавайте ваши вопросы прямо в чате я буду по ходу ролика на них отвечать если такие вопросы возникнут вот раз и они и Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Павел Калиников, и мы с вами продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом электронной библиотечной системы Университетской библиотеки онлайн. Сегодня мы поговорим с вами о том, как читать книжки в нашей электронной библиотечной системе. Для начала выберем одну из книжек, которая уже была сохранена среди последних книжек, которые я читал. Выберем вот эту вот книжку и попадаем в экран, где эта книжка описывается. Прежде чем начать читать эту книжку и познакомиться с особенностями книжного плеера или читалки, посмотрим, какую информацию мы можем извлечь и каким образом мы можем ей манипулировать на первом экране представления нашей книжки. Для начала мы видим, что книжка представляется своей обложкой и некоторым описанием, которое мы сейчас разберем. Хочу вам сказать, что я сейчас вошел в систему под студенческим аккаунтом, и чуть позже я расскажу, чем отличается данный функционал, если вы входите под аккаунтом преподавателя или библиотекаря. Итак, мы попали на страницу представления книжки, и теперь давайте посмотрим, что мы здесь видим. Во-первых, мы видим обложку и две кнопочки «Читать» и кнопочка, которая может присутствовать, а может и нет, «Печатный экземпляр». Ну, на кнопочку «Читать» мы нажмем чуть позже. Давайте посмотрим, что происходит, если мы нажмем на кнопочку «Печатный экземпляр». При переходе по этой кнопке открывается интернет-магазин «Директ Медиа». Вот открылась эта страничка, и мы видим, что та самая книжка, которую мы видели в электронной библиотечной системе, появилась здесь в интернет-магазине. Ее можно скачать, заплатив какую-то сумму, либо можно попросить распечатать по технологии «Принт-он-деманд». Вот вы видите, есть такое изображение принтера, мы можем на него нажать. И возникает окошко заказа печатной версии книжки, в которой вы можете выбрать количество экземпляров, и появится сумма, которой необходимо заплатить. Выбор переплета, можно сделать виды доставки и так далее. И после этого эту книжку можно получить в печатном экземпляре, если это необходимо. Но мы продолжим знакомство с функционалом чтения книжки в университетской библиотеке онлайн, и посмотрим, какие здесь еще доступны выборы, какие ссылочки есть, какие кнопочки, и на что еще можно обратить внимание. Ну, во-первых, мы видим, что некоторые надписи здесь являются кликабельными, то есть являются ссылками. Прежде всего, кликабельной является фамилия автора. При нажатии на эту ссылочку получаем список всех книг, которые есть в электронной библиотечной системе этого автора. И, соответственно, любую из этих книг можно выбрать и почитать. Сейчас мы это делать не будем. Ниже, под названием книги, мы видим список дисциплин, к которым приписана эта книжка. И, соответственно, любую из этих дисциплин мы можем тоже выбрать. Вот давайте попробуем выбрать дисциплину «Иностранный язык». Нажатие на эту ссылку вызывает поиск по данной дисциплине. Если мы нажмем кнопочку «Параметры поиска», мы видим, что в этом фильтре набрано название дисциплины «Иностранный язык». И ниже мы видим, что появилась информация о том, что найдено 888 изданий по этой дисциплине. Мы их также можем просмотреть и при необходимости приступить к чтению. Точно так же можно перейти по ссылке, которая представляет жанр. Ну вот в этом жанре хранится почти 10 тысяч различных наименований. Вернемся назад к нашей страничке. Следующая кликабельная ссылочка – это название издательства. Соответственно, при нажатии на эту ссылку мы переходим на все книжки данного издательства. В данном случае это наше издательство – издательство «Директ Медиа». Мы сейчас увидим, что высветятся все издания, помещенные в ВБС нашего издательства. Ну вот их здесь достаточно много. На первом экране показываются только некоторые из них. При необходимости можно пролистать дальше. Какие есть еще ссылочки и кнопочки? Ну, во-первых, есть ссылка соцсетей, в которых можно опубликовать информацию об этой книжке. Дальше есть возможность поставить оценку книжки. Ну, я думаю, что это имеет смысл сделать после того, как вы хотя бы частично прочли данную книжку. Есть еще одна возможность – это занести данную книжку в избранную. Вот давайте попробуем это сделать. Нажимаем на эту кнопочку. Вот вы видите, что плюсик сменился на минус. Это значит, что при последующем нажатии эту книжку из списка избранных пропадает. Ну, давайте еще раз нажмем на эту кнопку и посмотрим, где же эта книжка появилась. Для этого нам надо перейти по ссылочке «Моя библиотека». И вот мы видим, что по этой ссылочке есть список книг, которые вы читали последние, а также избранные книжки. А вот к избранным книжкам относится в данном случае вот эта книжка только, которую мы только что отметили. Когда вы читаете несколько книжек, очень удобно отбирать книжки при помощи этого механизма, чтобы в следующий раз было их легко найти. Вернемся к страничке представления книжки. И дальше посмотрим, что еще можно сделать. Ну, во-первых, есть информация о кодах этой книги. ВСБН, УДК и ББК. Непосредственно для чтения эта информация не так необходима, но она может быть необходима для роли библиотекаря. Далее, у каждой книжки есть аннотация. Аннотация очень удобна для того, чтобы понять, стоит ли вам начинать чтение книжки или нет. Или по этой аннотации уже видно, что книжка не та, и надо выбрать какую-то другую книжку. Есть содержание. Содержанием очень удобно пользоваться. Если вам сразу надо перейти на какую-то страницу, не первую, то можно вместо того, чтобы нажать на кнопочку «Читать», перейти сразу на какую-то страничку. Но мы сейчас не будем это делать. И в некоторых книжках, не во всех книжках, правда, есть вот такая опция, как «Список литературы». «Список литературы» – это список той литературы, которая есть в этом конкретном издании. Это очень удобная опция, особенно когда вам надо что-то процитировать. Если вы пишете какой-то труд, учебный или научный, и вам надо процитировать не только данное издание, но и какие-то другие издания, статьи и так далее. Тогда вы просто копируете отсюда то, что считаете нужным. Ну и, конечно, для цитирования очень важна вот эта вот кнопочка, которая называется «Библиографическое описание». Библиографическое описание используется тогда, когда данное издание вы будете использовать в своей работе, и на него надо сослаться. Причем сослаться надо грамотно с использованием всех правил библиографического описания, которые, кстати, закреплены в особых ГОСТах. Так вот, в этом случае вы просто берете и переносите копипейстом данную информацию в ваш список литературы или список источников в вашей работе. Это очень удобная опция, и ей очень удобно пользоваться. Давайте, прежде чем перейти к чтению, я вам покажу, какие дополнительные опции появляются, если вы входите не в режиме студента, а в режиме преподавателя или в режиме библиотекаря. Для этого я загружу эту страничку в другом аккаунте. Итак, теперь я вошел в аккаунт преподавателя, и посмотрим, чем отличается страничка представления книжки от аккаунта студента. Промотаем вниз нашу страничку, и мы видим, что вместо одной кнопочки, библиографическое описание, которое осталось прежней, появились еще две кнопочки. Это «Описание в Русмарк» и «Поместить в». Описание в Русмарк формирует файлы, которые можно загружать в автоматизированную библиотечную систему. Не будем сейчас это делать, это достаточно специфическое занятие. Ну, а вот кнопочка «Поместить в», она позволяет управлять появлением этой книжки в определенных разделах электронной библиотечной системы. Ну, например, первое, что можно сделать, это поместить в учебную программу. Давайте сделаем это. Появляется окошко, которое предлагает нам либо создать новую программу, либо выбрать из каких-то программ. Ну, давайте выберем какое-нибудь тестовое название, например. Вот, подтверждаем. И теперь давайте разберемся, где эта книжка появится. Для этого нам снова надо перейти в наш профиль, вот сюда. И вот здесь вот выбираем «Мой ВУЗ» вкладочку. Здесь появляется информация о ВУЗе. И в информации о ВУЗе есть список преподавателей. В списке преподавателей выбираем тот аккаунт, под которым мы вошли. Ну, и здесь есть все учебные программы, которые мы создали. В данном случае это тестовое название. И переходим по ссылке «Рекомендуемые материалы». Раскрылся список рекомендуемых материалов. И вот здесь, в разделе «Книги» появился тот учебник, который мы с вами выбирали. Вот ссылки кликабельные. Мы можем нажать на эту ссылку. И откроется опять вот эта вот страничка, с которой мы и произвели наши действия. Что еще? Куда еще можно поместить? Еще можно поместить в книгообеспеченность. Ну, давайте этот вопрос отложим до того момента, когда мы в наших учебных роликах рассмотрим вопросы книгообеспеченности. Итак, мы почти полностью просмотрели эту страницу. Ну, ниже идут некоторые рекомендации, какие книжки еще вы можете посмотреть, исходя из статистики посещений электронной библиотечной системы. Наконец, мы добрались до самого главного. И теперь нажимаем на кнопочку «Читать». Посмотрим, что происходит. Ну вот, по поводу читалки мы ролик показывать вам не будем. Я не буду вам показывать ролик. Объясню это прямо на вот этом слайде. Этого будет вполне достаточно. Но, тем не менее, раз уж я вам сейчас показал ролик, давайте я вам сейчас дам ссылку на наши учебные ролики на нашем портале. Прошу прощения, на нашем видеоканале в YouTube. Сейчас я зайду в раздел «Плейлистов». И вот он, этот плейлист. Одну минутку. Сейчас я ссылочку дам прямо сюда. Вот. Сейчас я отвечу на вопросы. Вот этот плейлист с нашими, там 15 наших роликов для разного уровня, в том числе и ролики для уровня преподавателя и студента. И чтобы каждый раз своими словами не объяснять им, если к вам придет студент и будет спрашивать что-то по функционалу университетской библиотеки онлайн, вы можете отослать к конкретному ролику, который там есть. Вот один из таких роликов я вам показал. Второй ролик, который им будет интересен, это ролик по работе с читалкой. Третий ролик, это по работе с поиском. Ну и четвертый с поисковыми выборками. Остальные ролики предназначены для роли библиотекаря, объясняют более сложные вещи. Так, теперь почитаю, что мне тут написали. Мы можем загрузить любой документ в свой АБИС на время действия подписки или нет? Да, но это функционал уже библиотекаря. И этот функционал мы будем рассматривать на моем следующем вебинаре, который будет посвящен, собственно, работе библиотекаря в АБИС. Скажите, возможно ли скачать учебник бесплатно? Нет, учебник скачать бесплатно нельзя, но сейчас я вам скажу, что можно сделать с ним. Вообще, сама идеология АБИС, она подразумевает выполнение российского законодательства авторского. В соответствии с авторским законодательством просто так скачать ничего нельзя. Должны быть какие-то отношения с авторами этих книг. Вот, собственно, АБИС служит для того, чтобы, с одной стороны, выполнять авторские соглашения, а с другой стороны, предоставлять доступ тем, кто хочет почитать книги. Книга предоставляется для чтения, а не для скачки. Для скачки книги можно приобрести, каждую книгу в отдельности в интернет-магазине. У компании Директ Медиа тоже есть свой интернет-магазин. Можете заходить туда и покупать книги для скачки уже в формате PDF. Вот, но надо иметь в виду, что там совсем не все книги, не все учебники, а только их часть, потому что издательство не предоставляет многие книги, многие учебники с возможностью скачки. Вот, но некоторый обходной путь, хоть, может быть, и не такой удобный, я вам сейчас предложу как раз вот на этом слайде. Итак, наша читалка содержит в себе, прежде всего, поиск. В данном случае это уже полнотекстовый поиск по книге. Вторая часть посвящена навигации по самой книге. Вперед-назад на одну страницу, в начало-в конец, на конкретную страницу, если вы знаете ее номер. Вот здесь дублируется то же самое, вперед-назад. Ну и еще внизу есть вот такой вот движок, которым тоже можно переходить по книге. А вот, такая достаточно развернутая. Ольга Александровна, честно говоря, не помню. Попробуйте войти под своим логином и паролем. Если не получится, придется тогда зарегистрироваться. Я мог бы это узнать, но сейчас не по ходу вебинара. Третий пункт. Вот достаточно интересный третий пункт, потому что в нем как раз содержится то, о чем вы спрашивали. Во-первых, третий пункт содержит такую вот очень нестандартную для читалок функцию. Я думаю, что нигде ни в одной EBS их нет, есть в нашей EBS только. Это возможность получить код, HTML-код и вставить в свой блог на сайт библиотеки, на сайт вуза или куда угодно, где у вас есть возможность вставить открытый HTML-код. И вы получаете возможность вставить до трех страниц любой книги, опубликовать их на открытом ресурсе. Это три страницы за раз. Сколько раз вы возьмете этот код, столько раз вы можете опубликовать по три страницы. Код публикуется, текст книги публикуется не как копипейстом. Да, это доступно всем. Не как копипейстом, а вместе с читалкой, которая вставляется прямо в ваш ресурс. В чем смысл этого сервиса? Смысл в том, что вы при этом совершаете совершенно легальное действие. То есть, так как текст находится внутри читалки, то ничего страшного не происходит. Это означает, что каждый раз, когда кто-то читает какую-то страницу, в нашей ЭБС счетчик страниц переключается. И в момент, когда происходит оплата услуг авторских, этот счетчик принимается во внимание. То есть, автор ни в коем случае не является в данном случае обиженным. Поэтому вот такая возможность есть. Ну и еще у вас есть такая возможность, как за одну сессию работы с библиотекой скачать до 10% содержания книги в виде PDF-файла. Нажимайте на эту кнопку, показывайте диапазон страниц, которые вас интересуют, и происходит сохранение. Разумеется, есть такое ограничение, что этот маленький PDF-файл, кусочек книги, он в отличие от первого вот этого случая. Его публиковать ни в коем случае нельзя. Это будет нарушением авторских прав. Но использовать для своих интересов, не публикуя, то есть просто читать в удобном виде в любой читалке, ради бога, это можно делать, это легально. Четвертый пункт, он очень простой, это масштабирование любых видов. Загрузить на полную страницу книгу, сжать страницу до размеров окна, регулировать вручную масштаб и так далее. Ну, все достаточно обычное. А, восклицательный знак, ну я про него не сказал, это, давайте скажу. Восклицательный знак, это, если вы нашли ошибку на книге, в книге, вы можете нажать на восклицательный знак, написать свой комментарий, и информация об этом передастся к нам. Вот что означает восклицательный знак. Вот, ну и последний, пятый, пятая группа, вот здесь вот это, вот это вот, это получить текст текущей страницы. Что значит текст? То, что вот вы видите, сейчас читаете, вот это вот, да, это не текст, это графическое изображение текста. Так, что-то у меня некрасиво получилось, давайте-ка я все сотру. Речь идет о вот этой вот кнопке. А именно в виде текста, то есть информационно в виде текста, который можно вставить в Word или куда-то иначе, можно получить по вот этой вот кнопке неверстанный текст, гладкий, такой текст, который может существовать там, например, в ноутпаде, в Windowsовом. Также вы можете распечатать страницу. Ну, следующая кнопка, она такая служебная, это перезагрузить страницу. Если что-то испортилось на какое-то изображение и вас не устраивает, можно просто страницу перезагрузить, не переходя вперед-назад. Ну и, наконец, последний пункт. Правда, в последней версии читалки я что-то его не увидел, возможно, его наши программисты преобразуют как-то. Это возможность поставить маркером разноцветные метки внутри издания. Ну вот, например, сейчас я покажу, как это примерно выглядит, побольше сделаю маркер. Маркер вот примерно так это выглядит, да? Поставили здесь какую-то полупрозрачную метку, вот так вот. Потом ушли, а метка сохранилась, и пока существует ваш аккаунт, эта метка в этой книге сохраняется только для вас, разумеется. У других этой метки нет. То есть это вот такая вот возможность сделать маргиналии какие-то, там, может быть, даже записи. Ну, жирно, не очень хорошо на записи получается, но можно галочки какие-то ставить, вот такие вот. Вот такие пометки в книге можно тоже делать. Что еще есть? Вкратце скажу, есть еще цитатник и мастер-рефератор. Это примерно одно и то же. То есть вы можете собирать цитаты из книги и компоновать их в свой собственный труд, не переходя в какой-то офисный продукт, то есть прямо внутри нашей библиотеки. Конечно, возможности там не такие, как в Ворде. Скромные возможности, но тем не менее такая возможность есть. Напоминаю, что ваши читатели не обязаны иметь Word на своем компьютере. Это платная программа. В общем, могут и не знать о бесплатных программах. Поэтому вот такая возможность традиционно тоже представляется нашей ЭБС. Есть еще одна очень интересная функция. О ней вы услышали, собственно, в ролике. Вкратце просто скажу, что есть возможность получить библиографическое описание до того, как вы начали читать книгу. Это очень важно. В ролике, собственно, об этом было сказано. То же самое и по поводу списка литературы, который тоже очень важен для того, чтобы студенту начать свою активность научную. То есть уже начать делать свои рефераты так, как потом это потребуется при составлении, написании диплома и каких-то научных работ. Вот первый из этих роликов я вам показал. Второй ролик – это функционал ридера. Мы его сегодня вам не показывали, но вашим студентам можете показать, чтобы они не задавали вам вопросы, а просто посмотрели бы ролик. Поиск. Поиск у нас достаточно... Ну, если не переходить в расширенный режим, он достаточно простой. Если переходить в расширенный режим, то у него достаточно много настроек. Вот есть настройка по годам выпуска книги. Если ваш год выпуска книги какой-то заранее известен или диапазон заранее известен, например, там 65 по 67 год, то сразу можно сократить выдачу во многие разы. И это упростит ваш анализ. Можно указать конкретное издательство, можно указать, где искать в книгах, в периодике или в аудиокнигах. Можно искать книги только с грифом учебники. Можно искать либо по описаниям, либо делать полнотекстовый поиск по всей ЭБС. Ну и много-много других тоже настроек. Например, можно искать только в доступных книгах, это значит только в вашей подписке. А можно искать по всей ЭБС, по всем возможностям, которые вообще есть. Тогда вы в выдаче получите и те книги, которые для чтения вам недоступны. Но, тем не менее, что-то вы об этих книгах, какое-то представление сможете получить. По поиску у нас тоже есть ролик, можете его посмотреть по той ссылке, которую я представил. Вполне рассказывать не буду. Я считаю, что поиск у нас вполне интуитивный. Поэтому вам, как специалистам высокого уровня, я рассказывать об этом не буду. Есть еще такая возможность у нас, как поисковые выборки. Это возможность формирования своих списков литературы для чтения в процессе поиска. Если в процессе поиска у вас получилась большая выдача, допустим, несколько сот книг, вы хотите потом ознакомиться с десятком этих книг, но не хотите сразу переходить читать, а хотите сначала сделать список, а потом его уже подробно изучить. То есть, если вы можете сделать поисковую выборку, то вы можете сделать поисковую выборку, и она сохранится в вашем личном кабинете. Сохранится она вот здесь. Это весь личный кабинет. В нем есть вкладка «Мои события». Тут есть вкладка «Поисковые выборки». И, собственно, весь список поисковых выборок. Имена поисковым выборкам вы даете сами. А внутри поисковых выборок находятся сами книги, кликабельный список изданий, с которыми вы уже можете потом работать тогда, когда сочтете нужным. Разделив таким образом операцию собственного поиска от операции подробного изучения результатов поиска. Одним из главных ролей или одним из видов пользователей ЭБС, самых главных, является преподаватель. Как правило, если преподаватель не настраивает студентов на изучение учебников, конкретных учебников внутри ЭБС, то студенты самостоятельно туда не особенно-то и ходят. Поэтому мы выделяем преподавателя в особую роль, снабжаем его особыми возможностями и даем ему дополнительные права. Вот одна из возможностей, которые есть у преподавателя, в роли преподавателя, это, не выходя из нашей электронной библиотеки, контролировать параметры своего индекса цитирования. Эта информация вся берется из e-library посредством интеграции с этой информационной системой. Для того, чтобы нормально можно было работать с этой системой, надо при регистрации преподавателя точно указать его фамилию, имя, отчество и проследить за тем, чтобы в ринце не было, в e-library не было его полного тезки. Если, например, это Иванов Иван Иванович, то, скорее всего, придется провести еще дополнительную настройку. Эта дополнительная настройка состоит в том, что надо отредактировать и точно ввести спин этого преподавателя. Спин – это идентификатор преподавателя, автора, точнее, в данном случае, автора в системе e-library. Тогда этот идентификатор надо ввести, этот спин надо ввести вручную, вот здесь, посредством редактирования. Кроме того, наша стратегия по отношению к преподавателям, в которых мы видим не только, собственно, преподавателей, но и потенциальных авторов, заинтересованных в продвижении своего индекса цитирования, состоит в том, что электронная библиотека, любая наша в том числе, является средством увеличения, повышения ссылочного метаболизма, если можно так выразиться. То есть ссылки быстрее... Электронная книга быстрее появляется в обороте, на ее производство тратится меньше времени. Она быстрее прочитывается, потому что ее проще найти информационными, просто поиском, например. Она быстрее цитируется, потому что мы принимаем во внимание необходимость цитирования и делаем подсказки для тех, кто только вступает на путь научной публикации. Ну и, наконец, мы посылаем информацию о размещенных у нас книгах в лайбраре, и они в течение определенного срока, как правило, это там пара месяцев, вносят эту информацию к себе. То есть, другими словами, мы повышаем вот этот ссылкооборот. Он становится быстрее, нежели в обычном варианте, когда вы просто выпускаете книгу или статью и ждете реакцию, пока ее кто-то прочтет, купит и прочтет. Да, ну я об этом рассказал тоже. Еще раз показываю вот эту вот страничку. Да, это вот как раз для повышения ссылочного метаболизма все делается. Библиографическое описание, которое можно вставить в свою работу. Список литературы, из которой можно почерпнуть тоже описание работы, вставить к себе. Все это на ранних этапах, когда человек только вступил на научную стезю. Ну, например, студент-старшекурсник, который уже почти научный работник, но еще студент, конечно. Им очень трудно разбираться с нюансами, библиографическими нюансами. Поэтому вот эта помощь им очень помогает делать больше цитирований. Для преподавателя есть еще возможность записать в свой личный кабинет базовый учебник. И этот учебник, в случае, если структура вуза расписана библиотекарем, попадает в личный кабинет студентов, привязанных к этому преподавателю. Ну, вот так это примерно видно. Вот здесь вот выбран учебник, базовый учебник физико-конденсированного состояния. И вот он попал в личный кабинет, как базовый учебник. Вот. Ну и еще для продвинутых пользователей, для преподавателей прежде всего, для аспирантов, для студентов-старшекурсников, интересный раздел, который у нас есть, это «Мои научные интересы». Это такой самонастраиваемый раздел, который реагирует на те книги, которые вы читаете, сам определяет, какие у вас там интересы, и выстраивает ваши предложения по книгам, которые вам стоит почитать, исходя из этого. Вы это можете сделать, как я уже говорил, на основе статистики. Все это управляется вот здесь. Вот. Выбрать интересы. Кнопочка есть. И здесь вы можете сделать вот такой вот выбор. либо самому внести какие-то теги, которые вас устраивают. По мере набора области знаний, которые вы хотите внести, как собственный тег, появляются подсказки, и из этих подсказок можно выбрать. Большое количество подсказок, связанных с областью знаний, здесь присутствует. А далее, после того, как вы внесли эти теги в список своих научных интересов, вы в каждом конкретном случае можете выбрать один или несколько этих тегов, либо выбрать пункт на основе статистики. Пункт на основе статистики – это как раз то, о чем я говорил. Он опирается на тот список литературы, который вы прочли, к которому вы обращались, и, соответственно, пытается подстроить предложение чтения на основе ваших научных интересов. Электронная библиотечная система наша представлена на мобильной платформе. Вообще все сервисы Директ Медиа имеют мобильные версии в настоящее время. Наша ЭБС имеет две возможности. Либо адаптированный к мобильному чтению сайт, либо полностью приложение во всех распространенных мобильных операционных системах, которые можно бесплатно загрузить с соответствующего магазина, на соответствующие операционные системы – iOS или Android или Windows. Ну и я хотел бы также прокомментировать те информационные каналы, к которым надо обращаться в случае ваших затруднений. Один из каналов является наш учебный канал на YouTube. Ссылку на него я вам дал. Следующим путем является то, чем вы сейчас пользуетесь – это приходить на вебинары, где подробно рассматриваются те или иные свойства, тот или иной функционал подробно. Если не приходить на вебинары, то можно воспользоваться предыдущим вариантом, то есть посмотреть записи этих вебинаров, которые проводились в ближайшее время. Следующий пункт – это, собственно, мобильный пункт. Это обратиться в техподдержку. Такой самый традиционный пункт. Ну и если у вас какая-то специфическая проблема, то надо обратиться к персональному менеджеру. Наш учебный видеопортал на YouTube. Ссылка в самом начале чата есть. Я не буду ее повторять. У нас есть там достаточно большое количество плейлистов. Я думаю, что для вас наиболее интересными будут плейлисты вот эти вот. Функционал АБС Университетской библиотеки онлайн. И плейлист записи вебинаров. Как посмотреть записи? Ну, давайте я вам конкретно дам на плейлист вебинаров ссылку. Это несложно. Но придется вам подождать полминуты, пока я открою этот плейлист. Так, я открыл этот плейлист. Беру ссылочку для вас. И помещаю ее прямо в чат. Вот, сохраните себе вот эту ссылку. Здесь каждую неделю выкладываются записи вебинаров за предыдущую неделю. Вот как раз это происходит вечером в четверг. То есть сегодня вечером будут выложены все записи прошедших вебинаров за прошедшую неделю. Можете пользоваться. Вот. Ну, и я хотел бы обратить внимание еще на вот этот вот плейлист. Практикум автора учебного контента. Здесь в более широком аспекте для тех преподавателей, тех авторов учебного контента, которые хотят делать свой контент не только книжный, но и в виде учебных роликов, в виде интерактивных каких-то элементов учебного контента. Здесь большое количество рекомендаций по использованию бесплатных инструментов для создания такого вида контента. Так что, если у вас есть продвинутые преподаватели, пожалуйста, им советуйте. Там есть достаточно много хороших, интересных инструментов, как преподавателю это все сделать. Причем, обращаю ваше внимание, преподавателю самому, без помощи дизайнеров, без помощи программистов и так далее. Техподдержка. Как обратиться к техподдержке? Самое простое, это на любой странице сайта нажать на вот такую кнопочку. Она в разные времени. Бывало у нас то ли горизонтальная, то ли вертикальная кнопочка. Там вот так вот, да, как вы видели. Ну, на каждой странице она есть. Возникает такая форма, в которой вы можете написать запрос к техподдержке. Это вот, кстати, к запросу от Татьяны Петровны про то, что в каких-то книгах не видны рисунки. Пожалуйста, вот прямо сейчас можете одним из этих способов обратиться в техподдержку. Техподдержка у нас работает 12 часов. По московскому времени, если не изменяет память, это с 8 до 8. Так что, ну вот, в подавляющем большинстве случаев ваш рабочий график совпадает с техподдержкой, поэтому вы, скорее всего, получите ответ в тот же день. Если нет, то просто напомните им по бесплатному телефону, и тогда получите свой ответ. Если у вас простой вопрос, вы можете сразу позвонить по телефону. Если вопрос явно требует того, чтобы люди посмотрели, что и как, и сразу вам ответить не могут, лучше сначала напишите по электронной почте. Вот эта электронная почта help.directmedia.ru. Его легко запомнить. Либо обратитесь по скайпу. Ну вот, я перечислил все возможности, и последний вариант – это просто позвоните и попросите ответить вам на какой-то вопрос. Если вам просто что-то непонятно, то можете запросить по звонку это сделать. Если у вас какие-то вопросы, что-то не так происходит, тогда лучше сначала напишите. Ну и, наконец, если ничего не помогает, там есть какой-то момент, который вы считаете, что надо исправить, а техподдержка мнется и говорит, что это мы не знаем, как сделать, вот тогда у вас есть персональный менеджер, о нем вы можете иметь представление, зайдя в свой личный кабинет, там он представлен, есть его адрес. Это не этот адрес будет, да, этот адрес он здесь тестовый, скажем так. У каждого из вас будет свой адрес, ну и тогда попытайтесь решить это через менеджера. Это будет, он уже тогда сам обратится к администраторам, и они, если есть такая возможность, ваш вопрос разрулят. Все. Я хотел бы сказать, что какие еще дополнительные будут варианты для ознакомления с университетской библиотекой онлайн. 27 сентября не по вопросу с библиотекарями, тут особый разговор, да, а для преподавателей и авторов. 27 сентября будет мой вебинар, который называется «Издательство Директ Медиа и преподаватель. Работаем вместе над электронным учебным изданием». Это вот такой вебинар для авторов, которые хотят работать с электронными изданиями совместно с университетской библиотекой онлайн. Вот, давайте я вам сейчас дам, вы знаете, этот адрес. Одну минутку, одну минутку, одну минутку. Так, мне надо сосредоточиться, найти этот адрес, это займет полминуты, не больше. Так, я перешел в расписание, и сейчас мы перейдем к... 27 сентября. Вот, беру эту ссылку и вам помещаю вот сюда. Если у вас, вы лично или среди ваших знакомых есть преподаватели, есть такие, которые хотят работать с электронной книгой, вот, пожалуйста, им тоже этот адрес сообщите. Пусть они регистрируются на наш вебинар, приходят, и я им расскажу, как это делается у нас. Ну все, и пару слов еще об арт-портале, который является, не является собственной частью ЭБС, но мы его, это такой особый образовательный проект, он в основном открытый, закрытыми являются только его некоторые части продвинутые. Вот, почему я всегда на нем внимание, почему я говорю, что это проект образовательный. Во-первых, ну вот у нас такой слоган «Больше, чем галерея». Начинали мы, собственно, с одного из видов арт-галереи, но потом у нас там появилось много дополнительной информации, мы стараемся собирать дополнительную информацию по жанрам, по библиографическому описанию, по художникам, авторам произведений, я имею в виду, по музеям. Через некоторое время у нас специально откроется раздел, который посвящен временному контексту всего создания этих произведений. У нас представлен раздел, который называется «Артотека». Это подписной раздел, на каждые полмесяца выходит новый выпуск «Артотеки» в виде таких вот структурированных страниц, лонгридов. Вот адрес от «Библиоклуб.ру». Я быстро расскажу, сейчас завершим наш вебинар. Более 650 изображений, 5000 авторов, более 3000 музеев представлены. Стили и жанры по нескольких десятков стилей и направлений, и жанров здесь не все приведены, разумеется. Огромное количество произведений искусства, которые уже представлены с очень серьезным качеством, как цветопередачи, так и по разрешению. Вот здесь, например, вот такие нюансы, которые вы можете и не увидеть, даже посетив Третьяковку. Там вот какие-то мелкие объекты. Ортотека – это специальный отдел от портала. Как я уже сказал, раз в две недели выходят, то есть 24 раза в год выходят выпуски. Они представляют собой структурированные страницы, содержащие от нескольких десятков до нескольких сотен произведений искусства с подробным описанием, уже не просто с атрибутикой, а уже с подробным описанием темы, связанным описанием. То есть представляют собой такой стори, рассказ по выбранной теме. Этот рассказ может быть как очень общим, например, «История искусства Китая» или «Скульптура», а может быть очень частным, например, рассказ про какого-то художника, или даже совсем частным рассказ про какое-то великое полотно. Вот так обложки выглядят наши. Это один из интерактивных элементов, который у нас используется. Таймлайн, ось времени, где можно интерактивно по этой оси искать и раздвигать ее, передвигать, искать различные произведения искусства, привязанные к определенному промежутку времени. Ну и, наконец, один из самых продвинутых у нас вариантов. Лонгридов — это у нас интерактивные карты или интерактивные путешествия, построенные по модели гигапиксельной картинки, когда в основу мы берем огромную картинку, оцифрованную с высочайшим качеством, примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей. Чтобы вам представлять, это примерно 15-20 ваших экранов в ширину и 30 экранов в высоту. Вот представьте себе такую стенку. Только на ней, если вы пиксель в пиксель будете отображать, будет эта картина отображена. Это дает вам возможность на вашем экране делать увеличение до 20-30 раз без ухудшения качества изображения. Другими словами, вы можете условную камеру приближать, приближать и приближать к объекту, а этот объект, например, к этому человечку, он в какой-то момент займет весь экран, и вы все еще сможете его в полном качестве наблюдать. Вот такие вот интерактивные путешествия. Вот так это примерно выглядит. Вот один из открытых наших выпусков. Это явление Христа народу в виде интерактивной карты. Вот выглядит так один из кадров. Видите, тут в увеличенном виде две фигуры, а здесь небольшая история про них. Например, в данном случае это эскиз, по которому эти фигуры были выполнены. Для того, чтобы вы лучше познакомились с этой технологией, я вам сейчас даю ссылку, по которой вы можете сейчас сразу после вебинара посмотреть, насколько это все интересно смотрится. Это открытая полностью ссылка, не требует никакой регистрации. Ну вот, собственно, и все, что я хотел сегодня вам сказать. Рассказал про ресурсы для конечных потребителей нашей электронной библиотеки. Ну а в следующий раз мы с вами встретимся уже как с библиотекарями и сможем поговорить о продвинутых сервисах университетской библиотеки онлайн. Я, кажется, ответить, если я на чьи-то вопросы не ответил, но, по-моему, я по ходу прямо отвечал. Можете задать их прямо сейчас еще раз. Я еще некоторое время нахожусь в эфире. Минутку еще точно буду. Вот. Напоминаю, что слушатели вебинаров имеют возможность за очень скромную плату приобрести сертификаты, если есть такая необходимость у вас по прохождению вебинара. Только те, кто посетил вебинары, имеют такую возможность. Такая возможность открывается примерно через час. Ну, вообще говоря, обычно я это делаю в течение 10 минут после завершения вебинара. Но, так, чтобы не обнадеживать, то примерно в течение часа. После прохождения вебинара появляется возможность зайти на наш сайт и получить сертификат. Ну, что ж, коллеги, раз вопросов нет, я с вами прощаюсь до завтра. Завтра я буду открывать вебинар Телегины. Приходите на вебинары Директ Академии, которые проходят каждый день и вам будет интересно. Всего хорошего, до встречи на новых вебинарах Директ Академии. Директ Академии. Продолжение следует... Продолжение следует...